В информационном агентстве РИАМО проходит пресс-конференция. Ее проводит начальник государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева. Тема пресс-конференции – результаты деятельности Госадмтехнадзора по обеспечению порядка и комфорта на территориях, прилегающих к средним общеобразовательным учреждениям Подмосковья. Татьяна Витушева подчеркнула, что количество нарушений чистоты и благоустройства в школах и вокруг них за пять лет снизилось в десять раз. В 2013 году нарушений было 634, а в этом – в 2018-м – 78. Инспекторы Госадмтехнадзора в ходе надзорных мероприятий проверяют, чтобы подъезды и подходы к образовательным учреждениям были в надлежащем состоянии. Кроме того, они следят за тем, чтобы сама территория вместе с инфраструктурой и здания школ соответствовали необходимым нормативам. Наша традиционная спецоперация школа, которую мы проводим на протяжении уже многих лет. Мы ее начинаем ориентировочно с первых числах июля, работаем полтора месяца и заканчиваем где-то в середине августа. Поэтому мы уже классически ходим по тем направлениям, которые в первую очередь необходимы для того, чтобы школа, принимая детей первого сентября, было комфортно, было безопасно и детям было там спокойно учиться. Больше всего нарушений при летней проверке школ было выявлено в образовательных учреждениях пяти муниципальных образований Подмосковья. И надо заметить, среди них Щелковский район назван не был. Татьяна Витушева озвучила еще и новое направление в работе своего ведомства. Так, около 300 уроков чистоты проведут инспекторы госантехнадзора в первых числах сентября в школах региона. В их рамках впервые планируется организовать квесты под названием «Юный инспектор». Традиционно наша служба проводит 1 сентября уроки чистоты в каждой школе или Подмосковье. Стараемся максимально охватить все школы. Лучший метод все-таки профилактики – это с детства заложить в людях стремление к чистоте, бережное отношение к окружающей среде. Из проблем, которые остаются в поле зрения сотрудников госантехнадзора, его глава назвала контроль за сохранением целостности ограждений вокруг школ. Самим учебным заведениям оперативно их не заменить, требуется помощь властных структур муниципалитетов. В целом же Татьяна Витушева отметила, что школы Подмосковья, а их сейчас в регионе 1512, готовы к началу нового учебного года. Андрей Циханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».